Привет Чумба, с тобой Рабаши и мелкая переходная тема после последнего видоса о шрифтах Штернритеров. Как ты уже понял из названия, поговорим мы о нюансах кражи Банкаев. Для новичков, Банкаев это вторая форма высвобождения Занпакта, то есть Духовного Меча. Сильнейшая способность Синегами, благодаря которой они и побеждают сильнейших противников. Если Синегами лишится Банкаев, он теряет буквально половину, а то и больше своей силы. У некоторых так вообще такая большая разница в Шикае и Банкае, что у них не остается выхода, кроме как сражаться только с помощью Банкая. Но это ты еще увидишь в аниме. В Анденрейх поступил крайне умно, понимая мощь большинства Банкаев, было принято решение не просто избавиться от них или не дать их использовать в бою, а еще круче, буквально воровать их. Причем каждый Штернритер может это сделать, здесь не нужно быть супер крутым Квинс или кем-то избранным, чтобы это делать. Потому что сам процесс простой, но со своими правилами и ограничениями, но обо всем по порядку. С помощью чего крадется Банкай? Не поверишь, но с помощью обычного медальона, который уместится в одной руке, а точнее в ладони. Такая мелкая штучка со знаком Ванденрейха посередине. В аниме просто шикарно показан сам процесс активации и действия медальона. Банкай активируется, Квинси в свою очередь направляют медальон на цель, излучается 5 потоков энергии темной и Банкай распадается впитываясь сам медальон, образуя темное кольцо по краям а-ля индикатор. Сам же Банкай теперь может применяться тем, кто его украл. Но есть одно примечание, вот этот красочный явно масштабный процесс был показан только Эвернам. Вдобавок ко всему, ему понадобилось длинное заклинание для активации, прям целый стих, я его даже зачитаю. Тай, море, обратись в облака, облака обратитесь в дождь, дождь обратись в туман, все сущее обратись в незримое, насладившись мы бросим чашу на землю. Обычно сам процесс не такой яркий, а выполняется без лишнего текста и сразу окутывает синегами, забирая Банкай, когда тот пытается его активировать. Важной особенностью также будет то, что Банкай можно использовать, даже если его первоначальный хозяин погиб. Еще есть один интересный момент, Яхве приказал убивать синегами, которые владеют Банкаем, их же Банкаем, что это, душа поэта или такая метафора, либо вообще садистические наклонности от Яхве, увы мы не узнаем. Но я думаю это именно унижение, умирать понимая, что ты проиграл своему же Банкаю, которым легко завладел враг, ну это низко. А теперь сами нюансы. Сам медальон способен украсть почти любой Банкай, однако чтобы контролировать его или использовать полную развитую мощность, сам Штернритер, укравший его, должен быть сильным. Это было замечательно продемонстрировано на примере Ямамото, когда украденный Банкай его подчиненного был слабее, чем сотни лет назад. Ибо посудите сами, этот Банкай смог ранить Ямаджи, когда тот был молод и носил кличку Демона Меча, в те времена, когда тот по праву считался сильнейшим синегами. Да не просто оставил ему рану, а самый настоящий шрам на всю жизнь, а тут он даже не поцарапал деда. Все из-за Квинси, который украл Банкай, он был слаб. И Банкай, соответственно, тоже. Также Банкай нельзя украсть по нескольким причинам, одна из них это сила самого Банкай и его носителя. По данному примеру, Яхва отдал приказ никому даже не пытаться украсть Банкай Супердеда, потому что считал себя единственным, кто сможет это сделать. Второй случай, когда Банкай не может быть украден, относится к Ичига. Мы уже видели, что предпринятые попытки стырить Банкайушку не возымели успеху ни у Эберна, ни у Килги. Ямамото предположил, что Ичига только недавно освоил Банкай, поэтому не знает все его силы, соответственно, не зная границ силы Банкая, его нельзя украсть. Однако я не считаю данное высказывание верным. Как по мне, более логично предположить, что Банкай Ичига не был украден по той же самой причине, что и Ресурексион Аранкаров, которые, будучи пустыми, являются биологической контролью для Квинси. Но этот нюанс со временем почему-то замяли. А как мы знаем, сила Синегами Ичига идет именно от пустого, отсюда и схожесть Гетсуги с Серок, со слов Улькиоры. По утверждениям моим словам будет также тот самый нюанс, касающийся Аранкаров, точнее частицы их силы. Банкай удалось вернуть с помощью пилюль с частицей силы пустых. Тогда Банкай и становились ядом, отравляющим организм Штернриттеров. Он вредил им, а потом распадался и возвращался к Синегами. А в дальнейшем так вообще предотвращал повторную кражу Банкая. Значит основных причин две, слишком сильный Банкай и пустифицированный Банкай. Вроде звучит круто, украсть Банкай и использовать его, да и выглядит отлично. Однако для Штернриттеров просто иметь украденный Банкай уже абуза. Все это из-за того, что если Банкай украден, они не могут использовать Фольштендинг. Это высвобожденная форма Квинси, которая посильнее будет, чем Банкай в поло, может быть в четверть силы. На данном воровстве основывалось начало Блича. Так мы понимали, что противники сильны, умны и опасны. Однако со временем этот важный нюанс будет забыт. И на первый взгляд мощная обилка в виде кражи Банкая уже не покажется такой эффективной. В первую очередь это связано с самими Штернриттерами. Ребята вышли настолько сильными, что Куба лишь потом ввел правила наподобие. Украл Банкай, не можешь использовать Фольштендинг. Выглядит это будто чуваку вместо имеющегося огнестрела дали водный пистолетик и велели победить им врага. Нелепо же. Как по мне, единственный Банкай, который имело смысл красть, это Банкай Ямамото, который буквально высушивал влагу из окружения. 10 минут такой активации со стороны Яхве и все общество душ превратилось бы в подобие яичницы с поджаренной корочкой. Тем более, лишь у него хватало сил, чтобы использовать Банкай Деда на полную мощь. Но да ладно, оставим теории на другие тематические видосы. Этот ролик был еще раз дополняющим основную информацию по Ванденрейху и Штернриттерам со шрифтами. Целью данных видеороликов было вводное ознакомление с материалом, который предстоит усвоить. Видосы подойдут как для новичков, так и для старичков. Обязательно посмотри их, чтобы быть в теме всего движа. Пашни в белых плачах с луками. Ну а с тобой был Рабаши. Сказать спасибо можно с оценкой видеоролика и написанием комментариев. Советую присоединиться к моей кампашке Чумп и быть в курсе всего происходящего по последним главным новинкам осеннего сезона. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok